К сожалению, сегодня мы видим заявление европейских политиков относительно энергетических вопросов. Призывы избавиться от российской нефти и газа. Европейские должностные лица в очередной раз пытаются переложить на Россию проблемы и провалы собственной энергетической политики последних лет. Как следствие, мы наблюдаем резкий рост цен на энергоресурсы. Я ответственно заявляю, что Россия не имеет никакого отношения к текущему взлету цен и волатильности на рынке. Что касается поставок газа в Европу. Европа сегодня потребляет около 500 миллиардов кубических метров газа в год. 40% этого потребления обеспечивает Россия. На протяжении многих десятилетий, несмотря ни на что, Россия всегда была надежным партнером. И сегодня Газпром полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу. Более того, увеличены поставки через украинскую газотранспортную систему до 109 миллионов кубических метров в сутки. Это эквивалентно примерно транзитным поставкам европейским потребителям около 40 миллиардов кубических метров газа в год. Это транзит через Украину, и он на 100% исполняется сегодня. Также осуществляются поставки через Северный поток-1, Ямал-Европу, Турецкий поток, Голубой поток. При этом мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России относительно энергетического кризиса в Европе и введения запрета в отношении Северного потока-2, у нас есть полное право принять зеркальное решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод Северный поток-1, который сегодня, кстати, загружен на максимальном уровне 100%. Но пока мы этого решения не принимаем. От этого никто не выиграет. Хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России нас к этому подталкивают. Что касается поставок российской нефти и нефтепродуктов на европейский рынок, как известно, Россия является крупнейшим поставщиком нефти в Европу. Европа потребляет около 500 миллионов тонн нефти. Из них около 150 миллионов или 30% поставляется из России. Плюс еще 80 миллионов тонн нефтепродуктов. Россия и раньше, и сегодня полностью выполняет все свои обязательства. Все заявки выполняются. Отгрузка нефти и нефтепродуктов осуществляется в плановом режиме. Однако, нашу озабоченность вызывают обсуждения и заявления относительно возможности наложить эмбарго и отказаться от российской нефти и нефтепродуктов. Мы наблюдаем также огромное давление сегодня на наших партнеров, трейдеров, транспортные компании, банки и финансовые учреждения. Хочу подчеркнуть, что такие заявления и действия только подогревают рынок. Мы видим, что сегодня цены уже поднимались выше 130 долларов за баррель. Более того, все знают, что поставки нефти и нефтепродуктов из России сегодня являются наиболее конкурентоспособными для европейского рынка. Учитывая развитую инфраструктуру, логистику морских поставок, абсолютно очевидно, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка. Сплесц цен будет непредсказуемым. Более 300 долларов за баррель, если не больше. При этом заместить объем российской нефти на европейском рынке быстро невозможно. Потребуется не один год, при этом будет значительно дороже для европейских потребителей. При таком сценарии они станут главными пострадавшими. Европейские политики тогда должны честно предупредить своих граждан и потребителей, что их ожидает. И что цены на заправках, на электричество, на отопление взлетят. Это затронет и другие рынки, включая американские. Если вы хотите отказаться от поставок энергоресурсов из России, пожалуйста, мы к этому готовы. Мы понимаем, куда нам перенаправить эти объемы. Только возникает вопрос, кому это выгодно и зачем это нужно. Попытки инициировать дискуссию о запрете импорта подрывают основы рынка, создают неопределенности, приводя к существенному ущербу для потребителей. Хотел бы также прокомментировать ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции. Сегодня раздуваются различные фейки, что российские вооруженные силы атакуют Запорожскую АЭС. Еще раз хочу подчеркнуть. Россия не имеет к этому никакого отношения. Это просто неправда. Российские вооруженные силы работают в взаимодействии с украинскими специалистами, работающими на станции. Поддерживается постоянная связь с МАГАТЭ. Информируем руководство МАГАТЭ. И всегда готовы оказать техническую поддержку украинским специалистам по обслуживанию атомной электростанции. Более того, по имеющимся у нас сведениям, готовится провокация относительно газотранспортной системы Украины. А конкретно против газоперекачивающих станций. Хочу заранее об этом предупредить. Это крайне опасно. Россия в этом не заинтересована. Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить этого.